Экзамены – ответственный этап в жизни каждого школьника. К итоговой аттестации ребята готовятся в течение нескольких лет. Порой справиться с волнением непросто и нужна поддержка взрослых. Так, уже пятый год в различных уголках страны по инициативе Рособорнадзора проходит акция «Единый день сдачи его родителями». Взрослые люди, которые закончили школу много лет назад, могут вновь сесть за парту и проверить знания. Но главное – поддержать таким образом своих детей, которым только предстоит сдать государственный экзамен. Будущие выпускники также принимают участие в акции. Помимо готовности к сдаче ЕГЭ в плане вооружения знаниями, психологический настрой, спокойствие ребенка имеет огромное значение. А все это он может получить только семье. Они посмотрят сами кимы, как заполняются бланки, как заполняется бланк ответов, узнают, послушают инструктаж, какой проводится, что детям объясняют перед тем, как они начинают работать. В этом году проводился экзамен по русскому языку. Некоторые родители пришли сдать ЕГЭ вместе со своими детьми. Волнительно, наверное, опять идти на экзамен. Ну, конечно, но нужно поддержать своего ребенка, объяснить, чтобы настроить, чтобы все получилось. Мне кажется, это даже такая атмосфера, и прям вот интересно попробовать себя еще раз и для родителей, и для нас. Акция состоялась в 23 школах городского округа. К ней присоединились выше 200 щелковцев. Сдали ЕГЭ в школе номер 4 имени Петра Ильича Климука. Заявки подали свыше 30 человек. Мы не первый год являемся муниципальной площадкой проведения всероссийской акции «Единый день проведения ЕГЭ для родителей». У нас есть достаточно много опыта, и мы видим, как полезна эта акция, потому что родители приходят, конечно, на эту акцию очень волнуюсь сильно. Они переживают не только за себя, как они сейчас опробируют ЕГЭ, но в первую очередь за своих детей. И пройдя через эту акцию, они понимают, что ничего страшного, тяжелого и непосильного в ЕГЭ нет. Процедура проведения экзамена была схожа с условиями сдачи настоящего ЕГЭ. Воспользоваться подсказкой не смогли бы даже самые ловкие. На контрольном пункте каждого участника проверили на наличие шпаргалок и даже попросили сдать мобильный телефон. Все как на настоящем едином государственном экзамене. Брать с собой лишние предметы нельзя в аудиторию. Можно пронести только паспорт и ручку. Перед сдачей экзамена все участники прослушали краткий инструктаж, а после приступили к выполнению заданий. В Подмосковье акция продлится до апреля. Анна Блиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.